Наташа, ты посмотри. Вот здесь эта книжонка, которая была давно-давно ещё. Видишь, эмблема какая? Homo futurus. Она ещё, эта эмблемка была тогда другого вида. Не как сейчас. Сейчас она красивее. Я же после этого много лет её доделал, доделал. Называлась она «Уникальные приёмы против стресса». Здесь ключик такой. Видишь, здесь доска школьная. Это на телевизионной передаче. Я им показывал приёмы. На доске писал принципы и правила. И вот они делали. Видишь, летают там. И вот они сидят там. И мы всех учили с помощью этих телепередач. Чтобы они знали эти приёмы и сами у себя дома их использовали. А здесь вот интересно ещё. Что здесь вот как раз-таки... Слушай, ну, просто я когда вспоминаю, это просто мне приятно. Вот здесь вот внимание написано. Ключ – это новый подход к обучению, тренировке и лечению. Почему так? Потому что это универсальный метод со мной регуляции. Посмотри. Вот здесь на картинке. Смотри ещё. Вот как раз сними, чтобы всё было видно. Я тут в Канаде. Видишь, у меня была красная рубашка. Но здесь не видно. У меня была красная шёлковая рубашка, белые штанишки. А это гольф-тренер Терри Мискользи. У него клюшка, не клюшка, а вот гольф играет. Ну, короче, гольф-тренер. Это клюшка, да, тоже как в хоккее? Я не знаю. Название я забыл. Это много лет назад было. А у меня ключ там. Это Терри меня попросил. Давай ты ключ держи, говорит. А я, говорит, буду держать эту клюшку. Ну, его там в Канаде все знают. Он учил там гольфистов, а я как раз-таки по его приглашению обучал гольфистов. А у них большая проблема. Значит, сосредотачивается, сосредотачивается. И в этот момент не так получилось, и он фрустрация. А надо быстро себя собрать и опять заново сосредоточиться, чтобы повырили. Я их тренировал, гольфистов в Канаде. Так, послушай. Потом, значит, он меня пригласил. Вот еще покажу одну интересную вещь для наших участников, нашей школы, Человек будущего. Вот я здесь с Терри на радио канадском Тен-Тен, 10-10. Вот Терри сидит там, и я сижу. А вот там мы с ним вместе вели передачу для всей Канады. И там человек, который меня туда пригласил, с которым меня Терри познакомил, ведущий этого радио Тен-Тен. О, когда мы оттуда вышли, да, мне Терри говорит, слушай, он тебя второй раз тоже пригласил. А я говорю, что ты удивляешься. Он говорит, такого никогда не бывает, чтобы вот так вот человек пришел. И чтобы он второй раз, потому что он говорит, такой, говорит, что он перепилит на части, он такие вопросы задает, а ты еще через переводчика и так далее, и так далее. И вдруг, говорит, второй раз он тебя пригласил, чтобы ты еще раз пришел. А я говорю, почему? Я тебе сейчас, говорит, скажу, почему. Потому что когда ты, говорит, вел передачу, а он тебе задавал вопросы, а там, говорит, за стенкой стеклянной оператор, который там микширует звук там и прочее, 10-е, и этот ведущий передачи, оказывается, вдруг видит, видит за этой стенкой стеклянной. Ну, вначале он так вел бойко передачу, я отвечаю там, и вдруг какой-то момент у ведущего передачи, говорит, лицо стало такое удивленное, как будто что-то изменилось. И он, говорит, какой-то стал другой, подобрел и стал с такой уважительностью с вами разговаривать. А я говорю, Эри, почему? Он говорит, потому что он увидел за стенкой, что этот мужик, который оператор там стоял и слушал, как вы там разговариваете, микширует звук и так далее, проверил, что ты рассказываешь для интереса своего. И вдруг у него, говорит, руки пошли, а потом он опустил, у него и пошло, и он там стал вот так вот летать, говорит, прямо, говорит, за стенкой. И этот увидел, и у него такое изумление на лице, и он поэтому тебя так зауважал. Все знают, что он такой вот распилит человека на части во время интервью. А тебя, говорит, после передачи даже второй раз еще пригласил. Но я, честно говоря, второй раз уже не мог, я улетел в Москву. Вот такие дела интересные.